Еще весной сотрудники Видновского производства и технического объединения городского хозяйства начали подготовку к отопительному сезону. К концу лета все 23 котельные и 145 километров тепловых сетей были отремонтированы и протестированы, чтобы исключить сбои в подаче тепла. Работы были произведены вовремя, так как по распоряжению главы Ленинского района с 26 сентября начали отапливать школы и детские сады. А в течение текущей недели тепло поступит во все социальные объекты муниципалитета. Процесс включения, в общем-то, это с технической точки зрения этот процесс такой длительный, не одномоментный. Поэтому мы планируем последовательно включать объекты с тем, чтобы режимы работающих котельных не изменились и не было никаких аварийных остановок и так далее. Большую роль в системе отопления играет слаженность работы управляющих компаний. Именно они отвечают за непосредственное поступление тепла в каждую квартиру. Но представители ПТО ГХ уверяют, взаимодействие налажено, сбоев быть не должно. Сегодня в теплосети города видна активная пора. Момент запуска отопления очень ответственный. Благодаря автоматизированной системе операторы теплосети могут отслеживать все нюансы работы котельных. Система новая, полностью автоматизирована. Мы работаем от температуры наружу воздуха. Любая авария, любое изменение режима, все автоматически высвечивается на экранах. Соответственно, мы принимаем меры. Ну или само оборудование, скажем так, тоже в состоянии решить свои проблемы. Что касается жилого фонда, то по существующим нормам, отопительный сезон в многоквартирных домах должен начаться, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха не будет превышать 8 градусов тепла. Если будет команда подать тепло раньше, а в принципе мы слышали вчера выступление губернатора, то есть он перевел все теплоснабжающие организации в повышенную готовность, чтобы в любой момент иметь возможность подать тепло, мы готовы запуститься в течение практически одного дня. Наша инфраструктура полностью готова к подаче теплоносителя, поэтому жители могут спать спокойно. Хотя температура воздуха пока еще не опустилась до норм установленных ЖКХ, администрации Ленинского района было принято решение о подаче тепла в жилой фонд с 28 сентября. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.